Дома? Да, брат, дома. Что делать? Как? Как? Не очень. В плане чего? Тренироваться, выйти не можешь? Выйти-то так могу, но как бы дома сидишь, тренировки особо и не потренируешься, выйдешь, побегаешь максимум. Все получится делать. Понял, понял. Да, нелегкие времена для борцов. Уже все, наверное, соскучились. По ковру. Не только для борцов, я думаю, для всех спортсменов, для всех людей тоже. Да, конечно. Многие хасавюртовские борцы и разные борцы выходят на природу, там тренируются. У тебя как с этим? Я, честно сказать, я больше походы сейчас делаю. Три дня уже в горы. Походы, в сарай, на песке бегаю. И максимум отрабатываю. Это еще когда, ну, когда как получается. Не всегда. Ну, то есть, какой-то определенной даты нет, поэтому приходится слегка, да, так. Легкие тренировки, правда. Ильяс, перенос Олимпиады, расскажи, что для тебя это значит? Как ты воспринял эту новость? Честно сказать. Такой реакции не было, потому что не я же один попал под это. Ну, как бы, перенос Олимпиады. Так же все спортсмены. То есть, все равны, для всех условий равны. Да. Я считаю, ничего такого там страшного нету, что перенесли Олимпиаду. Ничего. Столько, ну, как бы, шли к этому. И год там особо такого не сыграет. Ну, для... Как многие говорят, вот с кем общался, для молодых борцов это возможность там еще сильнее набрать, но ты относишься к категории спортсменов, которые уже... Ну, ты понял. Да, возрастных, возрастных. Знаешь, Хурман, я тебе скажу, в моем случае это для меня, наоборот, плюс. Не многие же знают, сколько я операций переднем за последнее время. Потому что у меня времени даже не было восстановиться. После последней операции год еще не прошел. Поэтому... Для меня это как-то, я как думаю, да, и мои тренера это, наоборот, на пользу пойдет. Потому что я вот хоть боролся Азией, там, турнир в этом году, но я себя, как бы, чувствую, что я не... Ну, не раскрывался полностью. Потому что травму, как бы, о себе дали знать. Ну, в плане... В плане, что я ковер особо не чувствовал. И пик не подошел. То есть, для тебя это тоже карантин пошел. Карантин... То есть, перенос пошел, так скажем, на пользу, да? Да. Я думаю, все к лучшему. Начало. Начало. Вообще, расскажи, как состоялся твой переход в сборную Узбекистана? Как все проходило? Кто тебе помог с этим? И вообще, насколько желанным был этот переход для тебя? Я вообще не планировал, честно сказать, переходить. Потому что я в 16-м году уже как-то пытался перейти за Венгрию. Ну, не получилось. И после этого, я думал, год остался, да? Конец 19-го года. Я чемпионат России тоже проиграл. Угу. 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 У меня было мысли в голове, что я перейду к Казаку в какую-то страну, потому что я думал, меня не отпустят с России. И один из дней, я когда на тренок собирался, вечерний, и мне звонок пришел как бы, ну, спрашивает, ты бы уступал, ну, захотел бы выступать за другую страну на Олимпиаде. Я говорю, конечно, что за этот, как бы, вопрос. Если вы сможете этот вопрос решить с откреплением... Угу. Угу. Да, с удовольствием. И как-то, как-то все... Серьезные оказались люди, да? Да, серьезные люди оказались заинтересованы, самое главное. И я сам тоже уже горел. Я до последнего не верил. До последнего, пока я паспорт не получил открепление с Россией. Ну, альхамдулля, это получилось... Я, я особо не переживал, но переживал то, что травма была, руки... Я же на чемпионате России проиграл, так... И за это чуть как-то, ну, как-то чуть-чуть переживал. Ну, значит, так лучше было для меня, и я аккуратно перешел за другую страну. Угу. Понял. В принципе... Ну, то есть, чтобы была возможность, да, вот время от времени восстанавливаться, после травмы не быть... Чтобы была возможность, как-то быть первым номером, и спокойно ездить на главные старты, наверное, в этом плане. Это очень такой переход такой, кстати, для тебя получился. Да. Ты, получается, со своим тренером также перешел туда? Да. Ну, как бы я еще... Ну, как сказать... У нас был разговор с ними тоже насчет этого. Ну, они сказали, как бы я лицензию, когда возьму, уже как бы тренера тоже мои будут там. То есть, личные тренеры, да? Угу. Да. Вообще, Ильяс, вот ты перешел, но все равно присутствуешь на сборах сборная Дагестана. Расскажи, вот, что для тебя значит сборная Дагестана, вот эта атмосфера внутри команды, и что-то поменялось, вот ты уже представляешь другую страну, что-то поменялось у тебя в отношениях или в общем? Сборная Дагестана для меня, как сказать... Я, конечно, в Кайкенте начинал, и по сей день, можно сказать, в Кайкенте тренируюсь, да? А сборная Дагестана всегда как у себя дома. И ничего не поменялось, отношения, наоборот, тренера, как бы, как сказать, то, что я хоть за другую страну представляю, такое же отношение, такое же, как за Россию выступал, за Дагестан. То есть, никакой разницы? Нет, нет. Я лично этого не чувствую. Угу. Поэтому... Отлично. Тебя комфортно, себя чувствую. Угу. Это самое главное, чтобы себя чувствовал комфортно. Хотелось бы немного... Вот сейчас, Ильяс, такое межсезонье получилось, внеплановое, да, для вас... Многие паблики придумывают разные карты мечты, так называемые, я это так назвал. Кого с кем болельщики хотели бы видеть. И тебя там, по-моему, поставили с Гаджимрадом Рашидовым, если не ошибаюсь. Да, да. Как ты вообще смотришь на эту схватку и вообще на эту идею, да? Проводить подобные супер схватки между борцами. Честно сказать, у нас, как бывает, мы, да, хоть... Ну, между собой у нас братские отношения, друзья дружим. Ну, мы боремся же на сторонах. Но это такой, как бы, шанс, как бы, ребятам тоже заработать, пробороться. Ну, как бои, да, шоу сделать. Я, например, только за таких организованных борцовских мероприятий. А вообще как смотришь на схватку с тем же Рашидовым, например? Что скажешь о Рашидове? Положительно. Как о спортсмене, как о сопернике, что скажешь о Гаджимраде? Это мировой лидер в твоем весе. Ну, вот эти слова многое говорят. Даже если я не буду говорить там, кто он, что он. Он чемпион мира действующий. Тем более 65 килограмм. Но мне, честно сказать, я с любым бы поборолся. Независимо, ну, до 74. А есть какие-то спортсмены, вот, с кем бы ты хотел больше всего? Какой-то, я не знаю, у кого-то взять реванш или какой-то потенциальный соперник, принципиальный соперник? С кем бы, вот, хотелось бы побороться? Угу. Прямо таких нету, у которых мог бы выделить принципиальных соперников, честно сказать. Потому что каждая сладкая, она принципиальная. То есть на каждой? Да, независимо, кто бы он ни был. Но у меня такого нету, там, кого-то, чтобы преследовать, чтобы всем сладкую сделать. То есть вообще без имен, да? Да, вообще без разницы. Вот, помимо даже этой встречи, то, что ты спросил, насчет Гаджи Мрада, мне сейчас сказать, даже, ну, хоть другой будет, разницы нету. Главное, чтобы, знаешь, предложение было хорошее. Заманчивое, да? Да, да. А потом уже, там, даже независимо категории, там, 70-74. Даже 74? Да. А у тебя какой, кстати, свой вес сейчас, на данный момент? Ну, сейчас где-то 74. 74, да? Да, у меня был 70 килограмм, как бы, вот, до того, как Олимпиаду перенесли на 2021 год. Но это не такое. Ты держал вес, придерживал вес? Нет, нет, я не придерживал вес. У меня было четкое, правильное питание. Знаешь, мой тренер Али, он, как бы, все четко подбирает, как надо сделать. Вот, поэтому с этим я как-то не мучился, спокойно было все, и себя комфортно чувствовал. Ну, когда перенесли Олимпиаду, и вот эта ситуация, то, что залы закрыты, нигде не тренируешься. Дома сидишь, я, тем более, 10 дней в Владикавказе был. Лечился или? У меня грыжи, две грыжи на спине и шеи в двух местах. Там чуть на остинцевских пирогах набрал тоже вес. Набрал. Ну, это такой вес, он... Воздушный, да, или? Не то, что воздушный. Максимум месяц, за месяц можно эту вес, норму провести. С этим проблем не было сначала. Начало. Лес, также хотелось бы... Я помню твою цитату в одном из интервью ты говорил. Ну, мы здесь уже подходим к травмам, это тоже такая неотъемлемая часть. Такая... Ну, она во многом, наверное, сыграла роль в твоей карьере, вот это... Вот эти травмы, да, разные. И была цитата. «Кто бы меня не списывал, что бы ни говорили люди, я буду работать до конца». Расскажи об этой цитате, как эта цитата вообще родилась. Ну, что сподвигло, что бы ты такое сказал? Знаешь, у меня столько травм было, и, ну, не то, что травм, да, невезение, проигрыши, что у меня многие очень даже близкие, которые за меня болеют, переживали. Они даже меня списывали, в плане, что я не заборюсь дальше. Но я чувствовал и чувствую по сей день, что у меня есть еще порох. Я многим прическу еще попортил. То есть это был ответ таким вот тем, кто как-то опускает руки, да, вот, махнул рукой на тебя для них, да? Нет, в первую очередь это для себя как бы, я сам как-то мотивирован был этим. Потому что когда в тебя не верят, ты должен сам в первую очередь в себя верить. Если ты не будешь верить в себя, кто еще будет? Поэтому я на такие вещи как-то внимание обращал. Просто меня такие люди мотивировали всегда. Можно сказать, с детства у меня такое было, как бы я не такой был, да? Я, ну, сразу пришел, не выигрывал. Проигрывал, слабенький был. Как-то я смотрел, как не тянул, да, своими ровесниками. Я тренировался больше них, старался больше них. То есть ты не был талантливым борцом? Нет. Я считаю, человек талантливым, он только может как-то развивать свой талант, а с силой далеко не пойдешь. Голова должна быть и техника. Ну, мы вот плавно подошли к твоей, как ты выразился, к твоей голове и технике. Ильяс, в чем секрет? Откуда такая техника? Тебя считают одним из самых техничных борцов современности. Вообще, как так получилось? Это со временем нарабатывается? Или это с рождения идет? Или это от тренера передается? Как это идет? Как сказать? Конечно, человек чемпионом, не то что техничный, сильный, он один не становится. Там свою роль играет в первую очередь, конечно, твой тренер. Спарринг, партнеры, с кем ты работаешь. Вокруг тебя сколько людей находится? Они все как бы причастны к твоим результатам. Пускай будет твоя техника, сила, всему этому. И я лично себя не считаю техничным. Потому что сейчас посмотрите на борцов. Очень молодые есть ребята, очень техничные. Но я когда выхожу, стараюсь максимум выложить. Мне неинтересно выйти 1-0, 2-0 от бороться. Я лучше отдам баллы, чтобы как-то зрелищно было. Я как борцов лично для меня. Иногда есть схватки такие. Смотрите, что за счет 1-1, 2-2. Человек, который приходит, ему неинтересно. Они хотят шоу. Не шоу, да? Приемы, действия. Просто когда двое выходят, они двое стоят. Уже неинтересно. Поэтому, когда ты борешься, твой соперник тоже начинает бороться. Там по-любому он ошибается, ты ошибаешься. И как-то она красочно получается. Ну, как бы технично. И поэтому все думают, типа я техничный. Не техничный, а просто по ходу дела так получается как-то. Ну, это вот ты выходишь, это у тебя с детства такой настрой. С юношеских лет такой настрой выходить и показывать такую борьбу. Или это со временем, так ты увидел, проанализировал, что что-то люди не любят особо. Что-то неинтересно людям борьба, надо дать им. Нет, нет, нет. Такого не было у меня. Уже со временем, когда чуть повзросел, я это начал понимать. Когда сам смотрю борьбу, мне самому как-то иногда неинтересные схватки есть. А есть схватки, которые хочется пересматривать раза в сто. Вот я лично всегда смотрел Буайсара Сайтеева, Адама Сайтеева схватки. Ну, 2000 год, Олимпиада. Я эти схватки, когда там эта Олимпиада, у меня кассета была. Не поверишь, я ее день, наверное, пять раз смотрел. Там Саид Мурсалев боролся, там многие наши. Мурат Умаханов. Потом. Да. Там очень, очень. Вот схватка там есть. Мурат Умаханов и Эльбрус Тадеев. Очень зрелищная схватка. Так как они борются, сейчас мало таких, да. Там столько действий в одной схватке. То есть на их борьбе, можно сказать, ты рос, да. Вот Буайсар Сатьева, Маханов, братья Сатьева. Да, да. Ну, не только они. Все, да. Вот я всегда любил. Вот даже сейчас я смотрю, пересмотрю вот. Разамбей Джамалов. Угу. Ты смотришь на его борьбу. Который любит человек борьбу, он кайфует от этого. Когда, вот раз это действие есть, приемы какие-то. Ты, это, как сказать, одно удовольствие осмотреть. А когда толкаются, да, я не люблю такую борьбу смотреть. Просто один момент вот после 2004 года испортили борьбу. Правила? Да, правила. В периоды, да? Да. Поменяли, борьба чуть испортилась. Начали толкать, ноль-ноль, нога. Ну, это уже не борьба была как бы с ума. Угу. Поэтому... А сейчас она уже нормально, как бы, я считаю, уже борются все, многие. Из ныне, из действующих борцов, какую технику ты выделишь из мировых борцов со всего мира? В данный момент, честно, запустим начинку Лар. Угу. Тоже яркий борец. Да. Яркий, но пару сфаток сейчас было у него. Что-то он так... Ну, вот Разамбеков, честно сказать, очень такая борьба. Открытая. Потом... Я не то, что там хороших борцов. Я не хочу сейчас кого-то обидеть. Просто мне нравится, когда борцы борются. Чамиза. Потом... Из наших вот... Али Шабанов как борется. Тейлор. Из американцев мне Тейлор. Кроме Тейлора я особо, ну, как бы и сладкий не смотрю их. Вот Тейлор очень хорошо борется. В завязках. Ты упомянул сейчас Разамбека и Чамиза. Не случайно, наверное. Ты тоже слышал, наверное, что они вот уже друг к другу. Да. Да. Ты как смотришь на это противостояние? Очень интересный бой. То есть стоит, наверное, организовать, прийти, посмотреть, я не знаю, вперед. Еще тем более такой пробел сейчас. И после непонятно, да, какой календарь будет, что будет дальше. Да, но я считаю, не только их двоих на 76. Там еще есть очень много хороших ребят. И была бы схватка. Расул, допустим. Расул постоянно работает. Работает. Загоняет. Да, очень. Упрессинг постоянно. Вот последняя схватка их... Чамиза? А, с Разамбеком. Очень интересная схватка была. Согласен. Согласен. Ильяс, немного перейдем к другой теме. В последнее время я вижу, ты в Инстаграме там кофейни выкладываешь постоянно. Видно, что ты уже занялся, уже что-то себе готовишь уже на завершение карьеры там. Нет, брат, честно сказать, я пока не собираюсь завершать карьеру. Ну, такую вот, как сказать, такую, да, вот, обычно как борцы оставляют карьеру, и не знают, чем себя занять. И видно, что ты уже нашел как-то свою нишу, и уже видно, что ты не потеряешься, да, так скажем. Не знаю, я... Как ты успеваешь? Честно сказать, ну, я у меня друг этим, как бы, в моем месте. Он, в основном, я даже не в курсе, что там происходит. Я редко там, когда бывает, могу кофе выпить там. И не больше. А пока я не задумывался о завершении карьеры. Угу. Я потому, что пока удовольствие получаю от борьбы. Поэтому... Посмотрим дальше, как будет. Принял. И еще один вопрос у меня был. А, вот, кстати, вот здесь подписчики задавали вопрос. Вот помнишь, на чемпионате Азии травмировался парень, с кем ты боролся? После, что-то о его здоровье, что-нибудь известно, не общался, не знаешь? Монгол, по-моему, был. Да. И я общался, сам подошел к нему, мы в столовую, как раз, по-моему, тот же день. У него ни перелома, ничего не было, у него связки чуть-чуть, видимо. Он сам испугался, а из-за этого звук такой... Крикнул. Да, такой звук искал сильный. Я подошел к нему, я говорю, он, оказывается, русский тоже знал. Я говорю, вот так, вот так. Извинился тоже перед ним. Ну, он нормально, так хромал ходил, да. Перелома ничего не было. Просто картина была такая, жуткая. Да. Казалось, что-то серьезное там. Это как бы не моя вина. Не моя вина, да? Да. Не, я просто думал вначале, я как бы подножку поставил на эту ногу, когда зацеп делал. А потом посмотрел, я вообще не трогал эту ногу, оказывается. Он когда опору ставил, она ушла у него колено. Я понял. Или здесь еще мой приятель тоже задает несколько вопросов. Тоже фанат твоей борьбы, можно сказать. Он спрашивает, кого ты считаешь самым зрелищным борцом в твоем весе 65 килограммов? Ахмед Чахаев. А кого ты считаешь самым сильным борцом по физике в этом же весе? В этом же весе? Угу. Каджи Мрат, Рашидов. То есть такой, да, сплав и физики, и техники. И назови топ-5, по твоему мнению, самых зрелищных борцов вот этих вот весов. Еще вот помимо них получается. 65-70 килограмм. Трудно сказать. Ну, еще вот каких вы выделил борцов самых таких зрелищных, опасных таких в этих весах? Ну, 65, я считаю, японец тоже хороший. Очень такой. Я думаю, он сейчас еще год он наберет, еще лучше будет. Семьдесят четыре. Семьдесят. Семьдесят четыре? Семьдесят четыре уже перепрыгнули? Не, не, не. Давай семьдесят. Да, олимпийские веса я имел в виду. Я просто не понял вопрос. Ну, давай семьдесят, так как более-менее все равно ты связан с этим весом. Семьдесят, я не знаю, что сказать. Я хоть вот в последнее время выступал семьдесят, я так не могу потом. В России, да, в России то, что да, таких, прям нет таких, чтобы выделить семьдесят килограмм. Потому что основные старты все будут в олимпийские веса подниматься, спускаться. И всем интересны олимпийские игры. Конечно. Ильяс, на днях имам Аджиев проводил свой эфир в одной из борцовских групп Дагестан Рестлинг. И там ему задали вопрос, с кем был на сегодняшний день. Он хотел больше всего провести встречу. И, как ты уже, наверное, догадываешься, он выбрал именно тебя. Да. Скажи, как ты смотришь на эту схватку, так как он тебя считает самым техничным борцом. И ему очень интересно с тобой встретиться. Разделяешь ли ты его желания? Конечно. Я с ним боролся в 2016 году. Он мне говорит, что я техничный, хотя он меня запустил тогда на четыре балла. Сам, да? Да. И что с тобой? Я, честно сказать, мне, честно сказать, такого нету принципиального с кем бороться. Главное, чтобы всем было эта схватка интересной, не только нам. Я думаю, эта схватка точно будет интересна. Если мамами и остальными кого-то назвал. Вообще любой твой выход, наверное, Ильяс, по-любому интересен бывает. Что это? Что? Не думай так. Скромничаешь. Ильяс, здесь у нас еще накопились, наверное, вопросы. По времени у нас сколько прошло? Минут двадцать, наверное, да? Я тебе обещал, что у нас будет минут двадцать и что-то у нас затягивается. Да? Да. У нас здесь накопились вопросы от болельщиков. Я отключил специально комментарии, потому что чуть интернет не вис у нас. Но здесь по-любому приходят сообщения, очень много, вообще очень много этих сообщений. Давай я пробегусь и выберу какие-то основные, которые мы не задали, которые будут интересны. Ильяс, первый большой успех. Можешь вспомнить? Конечно. Ну, большой тоже что. Может, первый успех. Давай первый успех. По-любому запоминается, наверное, первая медаль. Это 2002 год, Ахты. Республиканский турнир, да? Да, да, Ахты. Это было 3 мая. Даже я весовой категории помню, 28 килограмм. Какое место занял? Первое. Первое. Это, получается, первое выступление, получается? Нет, это первое выступление за пределами района. А вот первое выступление там была медаль на первом турнире? Нет. В том же самом Кайкенте. Нет. Вот я как-то сейчас помню, у нас каждый год проходит даже по сей день первенство школы в Кайкенте. Я там как бы, я не знаю, сколько я уже ходил на борьбу. Я пришел, тогда у меня трикот тоже не было. У меня повязку на пояс красную, там красный и синий, как бы около трикот нету. И, само собой, борцовок тоже не было. Я ушел и увидел, видимо, мне 10-0 сделали и я обратно. И все вот так проиграл. Даже не помню, что было. Как на каруселе. Не успел, да? Ничего почувствую? Понятно. Да, да. Куда я попал? Илья, здесь очень много вопросов. А, здесь про твоего родного младшего брата спрашивают. Выступает, слышал, что у тебя есть родной брат, выступает ли он по борьбе. Илья, вот мы знаем, что довольно успешно выступает твой младший брат Магомед Амин. На последних соревнованиях, по-моему, первенство России было, там очень такое, да, судейство было такое странное. Ты тоже, по-моему, выставлял что-то? Нет, я не выставлял, я просто комментарий написал, судья был. Комментировал? Да. А, да, 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 вот этот комментарий запомнил. Честно сказать, это его ошибка, в любом случае. Потому что... Дал повод. Да, дал повод и судья не виноват. Это такие вещи бывают всегда. Это почему он должен расставляться, почему мы должны судью виноватым делать, почему он себя не ищет причины. А, там был выход за ковер и твой брат остановился? Да, как бы ни было, но там, говорят, циска не было. Угу. Поэтому... Я даже циска слышал, не слышал. Я не знаю, как там было, я сразу сказал, он сам виноват. Угу. Это не отмазки. Все он проиграл, и что кому что докажешь. Надо было выигрывать и доказывать, а не проигрывать и доказывать. Это первенство России было же, да? Да, это был отбор на мир, Европа и нашим. Угу. Илья Смол, Уже обратите внимание, кто вот-вот уже проявит себя, уже способен будет заявить о себе. Угу. 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 чтобы ставить себя в их ранг, да? Да, да. Пока. Хоть мне говорят там это, но пока результатами не покажется, какой ты на самом деле что-то говорить рано. В принципе, большинство из них мы уже обсудили эти вопросы. Можно сказать, почти все, Илья. Время тоже, наверное, нас поджимает. Илья, несколько слов от болельщикам, фанатам, всем, кто за тебя переживает, поддерживает. Что скажешь? Чувствовать. Самое главное сейчас вот терпение, вот этот нелегкий период. Чуть-чуть сабу. И хотел всем пожелать здоровья, чтобы были родные, близкие, все здоровы. А спортсменам идти к своей цели, во что бы ни стало. Травмы, хоть один за другим будут, надо идти. Знаете, переломы, они можно, как бы, гипс поставить, через время она заживет, и травмы тоже. Потом, никому не объясните, что у вас были травмы. Почему, когда вопрос вам зададут, почему оставили борьбу. Так что, надо идти, во что бы ни стало, к своей цели. доказывать. Кто бы не списывал со счетов, как говорится? Да. Главное, сами себя не списывать. Остальное, иншаллах. Если Всевышний даст, здоровья. Все будет. Все. Тебе большое спасибо, Илья, что согласился пообщаться. Я знаю, что ты не любишь вот эти моменты, эфиры, сам себя снимать. Мой первый эфир в жизни. Да, ну, с дебютом тебя поздравляю. Может, болельщики дальше уже будут тебя видеть почаще, потому что по-любому бывает интересная жизнь твоя, как ты проводишь время там, тем более сейчас, на карантине, поэтому ты должен чаще радовать своим присутствием. Тебе, Баркова, Ильяс, тебе, дальнейших успехов, побед, здоровье, самое главное. Подписчики, уважаемые друзья, все, кто смотрел этот эфир, подписчики данной страницы, подписывайтесь на Ильяса. Это яркий борец, его борьба говорит о нем сама, хотя он сам много не говорит. И подписчики Ильяса могут присоединяться к этой странице, здесь также будем радовать вас.